Магомед провел огромное приготовление к осаде Константинополя. У него была потрясающая пушка, сделанная в Идрианаполе, способная бросить каменный шар диаметром 9 футов. А это 270 сантиметров на минуточку. И это настолько огромное ядро, что оно уперлось бы в потолок в любой стандартной квартире. Со стандартной высотой стен, имею в виду. И бросить такое ядро пушка могла примерно на одну милю. А это порядка 1600 метров. Чтобы доставить это грозное орудие в Константинополь, пришлось преодолеть 108 миль на пяти парах валов. В момент сражения пушка на седьмом своем выстреле разорвалась. Магомед предстал перед городом с армией в 250 тысяч человек и флотом из 420 кораблей. Поскольку завоевание и разграбление греческой столицы было самой богатой наградой, которую можно было себе только представить. Рвение османских воинов и их фанатизм не знали границ. Они выставили 14 пехотных батарей на сухопутной стороне города и таким образом полностью взяли его в окружение. 15 апреля произошло морское сражение между турецким и генуэзским флотами, в котором турки потеряли много судов, несмотря на свое большое численное превосходство. Не наяв возможности проникнуть в гавань, запертую с помощью флота, султан приказал построить деревянный трамвай длиной в 6 миль, по которому за одну ночь было протолкнуто более 70 судов. Честно говоря, я понятия не имею, что за чудо такое этот деревянный трамвай. Ну, вероятно, это не точности моего перевода. Но как его ни назови, а был создан коридор, по которому турецкие суда вошли в гавань. Наутро корабли видели на якоре посреди гавани Константинополя, к бесконечному удивлению и ужасу греков. После 50-дневной осады, в результате которой были разрушены 4 башни, и образовалась большая брешь в воротах, султан призвал Константина сдаться. И вот это тот самый момент, который изображен на гравюре, а следовательно и на карте. Император ответил, что будет защищать до последнего свою империю. После этого султан приказал начать общий штурм с суши и с моря. Священники ходили среди воинов, увещевая их очистить свои тела, и пророчили райские наслаждения всем, кто погибнет за веру. Султан снова появился среди своих воинов, обещая в качестве добычи весь город, кроме земли и общественных зданий. На что вся армия взорвалась? Бог есть Бог, а Мухаммед посланник Бога. Ночью всеобщее священие зряло берега Босфора и Галатеи. Шум танцев и песен доносился до ушей тех, кто охранял волы. После этого наступила тишина, пугающе осажденных. 29 мая на рассвете началась осада. Нападение встретило упорное сопротивление. Константин сражался во главе своего войска и проявил храбрость да безрассудство. Турецкий флот пылал в огне. На головы нападавших обрушился шквал, стрел и снарядов. В течение двух часов продолжался штурм, и турецкие войска начали слабеть. Шейхи бросились к ним совещеванием и цитатами из Корана по поводу взятия Константинополя. Султан бросился на сцену во главе десяти тысяч янычар, и битва возобновилась под шум труп, грохот развалин и гул летящих снарядов. Лидер Юстиниан пал, и это заставило генуэсцев и большинство вспомогательных войск дрогнуть. Константин остался один со своими греками. Башни начали падать, валы рушатся, турки хлынули через проломы и сражались в рукопашную с осажденными, пока Константин не пал. Внутри царило смятение, и десятки тысяч беглецов стекались к храму Святой Софии, тщетно ожидая пришествия ангела, чье появление должно было объявить об отпоре врагу. Единственным чудом, которое им явилось в тот день, было падение церковных дверей под топорами победителей. Добрый вечер, дорогие друзья, я вас рад приветствовать на своем канале. Если вы еще не заварили чашечку крепкого турецкого чаю, то самое время нажать на паузу и сделать это. Ведь у нас на разборе сегодня замечательная масть воды и такой милый и безобидный рыцарь кубков. Герой сегодняшнего аркана по имени Магомед Второй или Махмед Второй, он же Фатих. Кстати, весьма популярный на удивление персонаж. Если вы любите исторические красочные картины с такими вот масштабными сценами, то рекомендую к просмотру фильм. Называется он 1453-й, имеется ввиду год Фатих, или 1453-й, Фатих, в переводе звучит как 1453-й, завоевание. Гравюра к сегодняшней лекции выполнена Гюставом Доре, а вступительный текст взят из книги, которую написал Джеймс Бойт, не путать с Джеймсом Бондом. Уверен, что в свое время издательство заплатило приличную сумму нашему французу за полноформатное 100 гравюр. Не зря же они такими огромными буквами это написали, чуть ли не на обложке. Я, кстати, кто помнит в первой вступительной лекции, когда посвящал вас в биографию Гюстава Доре, говорил, что наличие его работ в книге легко помогало поднять ценник в несколько раз. Вот почему за ним выстраивалась очередь из желающих. Эта книга о которой я сейчас говорю, по сути, является историческим учебником, который раскрывает тему крестовых походов. На протяжении всего сбора материала я задавался вопросом, а при чем тут рыцарь кубков? Какая связь между султаном завоевателем и собирательным образом с нашего придворного аркана? Ну, конечно, кроме буквального прочтения того, что мы видим на карте, вот эти вот волны, то, что сам Магомед стоит в воде. Так вот, главное, за что ухватился мой мозг, это вера. Да, да, вспомните, как священники ходили среди воинов и увещевали, что каждый, кто погибнет за веру, попадет в рай. А все крестовые походы, разве не церковь вложила мечи в руки солдат с обеих сторон? Разве не из ее уст вырывались благословения на пролитие крови? Вот вам и связь между мастью воды, верой, пусть и номинальной, но имеющей огромное влияние, и войной, которую вел Магомед Второй. Ну что же, я предлагаю разбираться более подробно в нашей сегодняшней карте, но сперва обратите внимание на гравюру, которая послужила основой для нее. Теперь вы более живо представляете тот накал, те страсти, те эмоции и ужас, что разыгрались на изображении. Посмотрите на людей, барахтающихся в воде, можно без преувеличения сказать, что наш рыцарь кубков всех искупал, всех напоил сполна, просто буря какая-то на карте разыгралась, ему бы подошла роль повелителя стихии, как будто бы это он своим кличем поднял волны в море, как будто бы от его голоса галеры зашатались как кораблики в водовороте. Очень, очень воинственный персонаж и даже визуально, кстати, не в пример классическому Аркану. Сравните, как они оба выглядят, насколько этот спокойный умиротворенный и в целом дух карты такой. Вода, все в окружении и здесь. уверен, что в работе вот с этой колодой этот бурный поток воды он скажет свое слово и лошадь, закинувшая голову, и то, что она стоит на твердой земле, хотя вокруг вода, и то, что наш рыцарь сухой, суши не бывает, при том, что люди вокруг утопают. Мне кажется, что я на самом деле уже забегаю, так сказать, наперед, бегу впереди паровоза и уже залез в следующий раздел. Давайте я вам предложу структуру, такую, скажем, как пространственный стеллаж с пустыми полками и номерками напротив каждой полки. Структуру, которую стоит запомнить и применять каждой карте, заполняя пункт за пунктом. О чем речь? Давайте сейчас покажу. Каждый аркан, он может отыгрываться как что-то внутреннее, содержащееся в нас самих, так и что-то внешнее, какие-то внешние обстоятельства, что-то снаружи. И когда такая карта выпадает, любая, вы задаете в первую очередь такой вопрос, что это? Глядя на соседние карты, глядя на ситуацию, или исходя из вопроса, это что-то внутреннее или что-то внешнее? Вот эти самые волны, эта самая буря страсти, эти эмоции, они разыгрываются внутри человека? Или это какие-то внешние обстоятельства, которые влияют на человека, заставляя его реагировать соответственным образом? Как Константин, который был вынужден реагировать на эти волны, которые поднял Магомед? Это один из моментов. Следующий это аркан, который идет до и который после. Напоминаю, что перед рыцарем у нас шел паж, после рыцаря у нас королева. Рыцарь, он занимает некий такой промежуточный этап между знатью, да, уже между королем и королевой и между пажом, который вот только-только он поступил в королевский двор, когда он еще учился, когда он постигал какие-то, скажем так, тонкости, грани, науки. Пажи, как правило, все пешие, а рыцари, как правило, все на лошадях, во всех колодах, чаще всего так и есть, что говорит и о скорости, что и говорит о степени влияния на ситуацию. Если уже мы так переместимся в средневековье, то можно было бы сказать, что пажи это оруженосцы, которые только-только учатся, учатся путем того, что они помогают, что они носят оружие, да, что они подают в нужный момент то, что им скажет рыцарь, что скажет их начальник. А вот рыцарь, он как раз, как и наш Магомед, хотя он являлся султанами-правителем, но такие времена тогда были, что он одновременно был и рыцарем. Он был на передовой, он не сидел где-то там у себя в бункере, отправляя людей вперед, он сам участвовал непосредственно в сражении и потому вел людей за собой. Следующий этап, следующая карта имеется в виду степень влияния на ситуацию это королева, которая уже находится над ней и конечно же она будет сидеть в дворце, она явно не вспрыгнет на лошади, не будет скакать и выполнять чьи-то приказания. Карта до и после помогает нам понять о чем говорит та, на которую мы сейчас смотрим. Следующий пункт это статика или динамика. Глядя на каждую из выпущих карт, задаем себе такой вопрос, статичная или динамичная картина разыгрывается. Конечно, если мы смотрим на нашего сегодняшнего персонажа, то это динамичная карта. Но сравните вот этих два аркана. Поза у лошади Магомеда более напряженная. Хотя оба не скачут во весь опор, но в целом дух карты из колоды ДРС создает неспокойную атмосферу. И не последнюю роль кстати в этом сыграли волны. Да, именно эти бурные чувства кроются в характере нашего воина. Он не делает предложение кубком, как на классике. он скорее произносит победный клич. А вспомните предыдущую лекцию рыцаря мечей из колоды Уэйта. И насколько он выглядит устрашающе и напористее даже больше, чем Магомед, не говоря уже об этой карте. Вот вам и казалось бы динамика и там и там, но насколько она разная. Поэтому буквальное прочтение имеет место быть. И оно в каждой колоде свое. об этом стоит помнить и не пренебрегать. Буквальное прочтение это как следующий пункт. Буквальное прочтение носит характер оракульного. И мы по большому счету занимаемся описанием того, что мы видим. Уделите этому несколько мгновений и вы быстро заметите различные детали. Лошадь горцует. Она готова стать на дыбы. При этом он что-то говорит. Рядом люди утопающие во власти его стихии. Он одет в дорогие одежды, а значит своей внешностью не пренебрегает. У него перо на шлеме. И хотя это масть кубков, но много ветра присутствует. Именно он поднимает волны, некоторые из которых достигают головы Махмета. А это знаете ли такой уже намек, что у него эмоции могут преобладать над разумом. Дымящийся корабль наводит на мысль, что наш персонаж не против и повоевать. Но конечно вам он скажет, что он тут ни при чем, ведь у него в руках оружия нет. Его оружие это эмоции. и в относительной безопасности здесь только те, кто стоит на суше, на твердой земле. Это те, кто не поддался на чары водной стихии. Вот примерно таким образом можно описать уведенное на карте. Поступайте подобным образом с каждым арканом и вы сможете вытянуть, сможете почерпнуть много важных сведений. Символика. Символика как следующий пункт. Традиционные символы на карте Уэйта, конечно, вам всем знакомы. Это и кубок как символ масти, и как символ того, что он делает предложение. В руке, кстати, кубок. И крылья на голове, крылья на ногах. И накидка, расшитая фигурками красных рыбок, намекая, что наш рыцарь в своей стихии как рыба в воде. Это и белая лошадь, знаменитый рыцарь на белом коне. И такой же рыцарь в этих сияющих доспехах, водный поток посреди пустыни, еще много всего другого. Но наш главный герой сегодня не имеет устояющихся символов. Гравюра не делалась специально для колоды карт, и потому Доренни потрудился нарисовать маленьких рыбок на плаще Магомеда. Символикой тут скорее выступает буквальное прочтение, о котором я говорил выше, и те очевидные детали, которые вы просто можете заметить. Ну и в целом, вся история, описание, исторический эпос относительно этого персонажа. Кстати, Махмед тоже нес предложение, как здесь кубок, но тут у него не кубок, тут предложение у него было в виде буквального предложения Константину сдаться. Следующий пункт это масть или знак зодиака. В данном случае мы обращаем внимание на масть. Что это? Какая-то стихия. И масть сегодняшней карты это кубки или чаши, стихия воды. А вода в свою очередь это чувство. Но с другой стороны, вы же помните, что все рыцари это воздух. Они быстрые, они на лошадях, они ветреные, у них и в голове ветер, и в ногах. А помните, кстати, какой еще персонаж из придворных арканов тоже имеет вот такое двойное сочетание воздуха и воды в своем характере. Бинго! Девушка справа забирает приз королева мечей. Почему? Потому что все королевы это вода. И в том ее отличительно особенны, что она, кстати, в отличие от своего мужа, способна подчинить эмоции, собрать волю в кулак и направить свою воду в нужное русло, благодаря стихии воздух. Наш сегодняшний герой, несмотря на каламбур слов схожести с королевой мечей, на нее не совсем похож. Его вода, доселе спокойная у пажа теперь раздувается ветром. Теперь на этой спокойной водной глади появились волны. Посмотрите на эту карту, как мощно они перекатываются, взбивая пену. Очень неспокойная вода, которая способна накрыть с головой и в которой можно захлебнуться. Кстати, в перевернутом положении этот рыцарь и сам теперь оказывается поглощен пучинами своих же волн и теперь не он управляет над ситуацией, а она над ним. Упал с лошади, так сказать. И, кстати, кстати, сказать, весь захват Константинополя был весьма эмоционален. Все в духе стихии воды. Помните? Обещание отдать город на разграбление. Так вот, оно было выполнено. Начался рить хаос, каждый был сам за себя. Городские жители, кто мог, откупался имуществом, чтобы остаться в живых, иные храм разражались. Балом правила анархия и неразбериха. А сколько флота было сожжено, людей убито, пока взяли столицу. И вся эта операция от момента, когда она стала идеей и до реализации, не была сухим расчетом. Это амбиции, это эмоции. Следующий пункт это магия числа. Я уже говорил на предыдущей лекции, когда мы разбирали рыцаря мечей, что это не числовой аркан. И здесь, конечно же, какое-то конкретное число, явное и очевидное всем, не скрыто. Но ряд орологов, продолжая числовые арканы после десятки. Одиннадцатое число отдают пажу, двенадцатое рыцарям, тринадцатое королевам и четырнадцатое королям. Возможно, данная информация вам будет полезна, кто увлечен нумерологией или хочет все-таки найти какое-то число, которое так или иначе скрыто и спрятано за предморными арканами. Давайте теперь мы с вами перейдем к разбору этой карты более глубоко в наших четырех сферах жизни. В наших четырех стихиях это и воздух, это и вода, это и огонь, это и земля. То есть все наши стихии, наши черты характера, наши сферы. Если возвод это саморазвитие, если мы говорим про огонь, то это работа, карьера, продвижение в социуме, рост вверх, подъем по лестнице, пентакли, сфера обращения с деньгами, все, что можно купить, продать, инвестировать, вложить, заработать, кубки, само собой, это взаимоотношения с людьми. Так вот, если мы говорим о саморазвитии, если мы говорим воздуха, то когда речь заходит о саморазвитии, я имею ввиду не просто банальное описание характеристик рыцаря, рыцаря кубков или его черты, а именно те уроки, которые этот аркан содержит в себе, те уроки, которые нам необходимо пройти, я бы сравнил это, я бы это сравнил с узким лучиком яркого фонарика, который подсвечивает вот именно те участки, на которые нужно обратить внимание, словно выхватить их из общей картины, это как знаете, прожектор на сцене выхватывает главного героя, артиста, стендапера, который выступает на спектакле, вроде бы вся картина имеется, но что-то конкретное мы должны понять, вот это и будет тем акцентом, тем подсвечиванием, что мы должны понять по саморазвитию, то есть попытались послужить этим самым фонариком, который светит на общую характеристику рыцаря, конечно, рыцарь кубков может описывать не только человека, но и ситуацию, но вот в разделе саморазвития нам все-таки важен именно персонаж, его внутренний мир, именно масть кубков указывает на то, что это эмоциональная составляющая нашего характера, нашего внутреннего мира. Давайте попробуем разобраться на противопоставлении других стихий. Представьте себе человека, вот как он есть, со всем, что ему полагается с рождения, по умолчанию. Я вам сейчас позадаю вопросы, а вы постарайтесь мысленно на них ответить, а я в свою очередь постараюсь, что я как бы вас слышу, представить, так, что я слышу ваши ответы. Итак, возвращаемся к стихиям. Скажите, какая стихия отвечает за внешний вид, за красоту тела, стройность фигуры, у мужчин за рельефность мышц, у девушек за плавные обводы талии? А, пентакли. А какая стихия отвечает за мыслительный процесс, логику, ум, размышления? Да, я вас услышал, это мечи, а за нашу харизму, за нашу энергию жить, стремиться к вершинам, да, это жезл, это огонь, ну и конечно, за наши эмоции, за то, что так больно, ну так приятно сжимает наше сердце в груди, из-за чего ком подкатывает горло, а ноги рвутся в пляс, просто от услышанной мелодии, за это отвечает стихия воды, и так наш рыцарь кубков обращает внимание на наш эмоциональный фон, душевная приподнятость, влюбленность по уши, мечтательность, легкость на сердце и мир в душе, и просто счастливое состояние, это все те грани нашего существа, которыми ведает стихия воды. А что отвечает за то, чтобы на свет появился шедевр живописи, или был написан потрясающий трек, тут же взорвавший социальные сети? Кто ответил вдохновение, тот уловил, к чему я клоню. Да, именно творческий порыв, воображение помогает сделать это. И обратите внимание на глагол помогают. Да? Не просто сделать, а помогают сделать. То есть работу можно в принципе сделать и без порывов, без вдохновения. Но все мы знаем, что с ним любое, даже самое трудное задание выполняется не только легко, но и с удовольствием. Хотя эмоции, они больше похожи на хаос и анархию, чем на математический порядок, но именно этот хаотичный внутренний порыв способен такой устроить подъем, что в миг можно навести порядок и дома, и на работе, с девушкой помириться, коллег удивить. Нам же всем знакомо это прекрасное чувство, которое возникает как бы беспричинно, как будто бы из ниоткуда. Но вот задача, как сделать так, чтобы вот это вот волшебное эйфорическое состояние приходило тогда, когда нам нужно. Ну, кто, конечно, может сказать, эй, братюня, я знаю способ, как возле такое состояние. Я другое имею ввиду. Первый шаг на этом пути это осознанное внимание и творческое размышление вода и воздух, да? Ведь наш рыцарь это воздушный аспект воды и он соединяет в себе инь и янь мужскую и женскую энергетику. Он способен созерцать и поглощать, а затем отдавать. Иногда готов, да, брать сам по такой мужской энергетике, чтобы поглотить, то есть насильно. Да, рыцарь еще далеко до короля, который умеет управлять не только собственными эмоциями, но и эмоциями окружающих людей. Рыцарь сейчас он только на той стадии развития, когда он пытается управлять собственным творческим вдохновением, собственными порывами, собственными эмоциями, находя внутри нужные точки, нужные ниточки, за которые он будет дергать, чтобы привести себя в необходимый тонус, вот этот вот самый вдохновленческий тонус. Это период в жизни, когда необходимо использовать свои таланты и наклонности для внешней реализации. Практические занятия творчеством, они помогают в этом. Если мы с вами будем говорить о следующей сфере нашей жизни, это карьера, самое первое, что приходит на ум, что-то творческая работа. Это таланты, навыки, умения, которые помогают реализоваться в карьере. Конечно, можно привести целый список творческих профессий, от музыкантов до актеров. Но вы знаете, и бухгалтер, увлеченный своей работой, со стороны может выглядеть, как настоящий творец. Кстати, может быть, вы помните или смотрели фильм, он называется «Расплата» в главной роли с Беном Аффлеком. Помните эту историю про математического гения, который подрабатывает аудитором или бухгалтером для преступных организаций, когда он проводит аудит в компании по производству робототехники и обнаруживает там какую-то нестыковочку на миллионы долларов. Ну, разве это обычный счетовод? Посмотрите на него со стороны. Это же творчество чистой воды. Грустно, что многие из нас занимаются не тем, что откликается в их душе, а тем, что навязано обществом, что вложили родители, что престижно или что вымрали твои сверстники. я уже неоднократно приводил в качестве примера слова из Библии. Видал ли ты человека проворного в деле своем? Он не будет стоять перед простыми, перед царями будет стоять. Как видите, человек, увлеченный тем, что делает, дойдет до того уровня мастерства, что о нем заговорят при королевском дворе. Поэтому рыцаря кубков можно воспринимать и как совет, если таковой, конечно же, требуется нашим клиентам или нам самим. Он увещевает, что работа будет иметь творческую составляющую. И это может быть любая сфера бизнеса, где требуется эмпатия, оказание помощи людям, управление персоналом, переговоры, дипломатия, сфера обслуживания, спа. Кстати, помните, что такое эмпатия? Как термин. Эмпатия это сопереживание, сопереживание, то есть разделение эмоций, сопереживание эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения происхождения этого переживания. И это превосходное качество, помогающее не только в творчестве, но и в тех направлениях, где надо создать клиента ориентированный продукт или услугу. Люди не знают толком, чего они хотят, пока ты не покажешь им это. Вот почему я никогда не полагаюсь на исследование рынка. Наша задача прочесть то, чего еще нет на странице. Это слова Стива Джобса, сооснователя компании Apple. И хотя жезловые парни, огненные, они успешно продвигают продукцию на рынок, но имена рыцари воды создают потрясающий продукт, сидя в своих офисах, порой тесных и душных. Появление рыцаря кубков в раскладе с вопросом «найду ли я работу?» предвещает, что «да». Она как бы несет предложение, сам по себе рыцарь несет то самое предложение. Если мы перейдем с вами в сферу финансов, это у нас сфера земли, или если мы говорим о масте Искар Таро, то это Пентакли. Любые телодвижения связаны с инвестициями, тратами, приобретениями. Как я часто говорил, они не очень дружат с мастью кубков. Почему? Потому что такие люди могут быть очень вовлечены в происходящее и не замечать очевидных вещей. Вы знали, например, что человек, каждый из нас, человек, принимает решение о покупке в первые 15 секунд. Это происходит почти моментально и при этом как правило еще отсутствует какая-то объективная информация о предмете сделки. Да только потом человек может получить какие-то дополнительные сведения, размышляет о преимуществах, о недостатках товара, сравнивает как нычайших весов его с каким-то аналогичным предложением и так далее. эмоции Но для этого надо же мозг включить, а эмоции отключить. А мы-то с вами, мы с вами существа эмоциональные. Не верите? Откройте шкаф, сделайте ревизию вещей, задайте себе вопрос, зачем мне столько всего? бежевое пончо? Че, серьезно? И когда я его последний раз надевала? А эти туфли, которые жутко неудобные, но совершенно потрясающе выглядят? Ты в них шла всего один раз в день покупки из магазина домой. Вы думаете, что, мужчины другие? Конечно же, другие, скажут мужики. Да, другие, но подходы, чтобы втюхать вам товар те же. Посмотри, какие классные ножи ты выбрал. Ну, так это же сталь марки 14 C28, одна из новейших разработок торговой марки Sandvik. Ну, ты такое скажешь, нашел с кем меня сравнивать. Это же вещь, это же сделано на века. Это вообще инвестиция, можно сказать. Ты серьезно? Хром ванадий, сталь ламинат, на века. Это такие же эмоциональные уловки, как и у девушек, только терминология другая. Проанализируйте все свои вещи и покупки, даже если они практичны, и даже если они действительно нужны, то в свое время были выбраны в том числе, потому что, во-первых, это красиво. Поэтому появление рыцаря в раскладе, связанное с вложениями, с инвестициями, стоит рассматривать более внимательно. Тут может быть как собственная эмоциональная вовлеченность, когда мы не видим, разум не соображает, так и наличие мастеров тереть очки прохром ванаде или туфли за пол цены. Вот если напрямую этот аркан и не предвещает получение прибыли, то в зависимости от конкретики вопроса может в принципе указывать на успех в делах, на какой-то потенциал, за которым уже и потом последует доход. Естественно, соседние карты в раскладе об этом подскажут. Вспомните, кстати, Магомеда. Помним, да, что вскоре после осады Константинополя его же ожидают несметные богатства. Поэтому, опять же, соседние карты, конкретика вопроса, к чему мы придем, к чему мы продвинемся в будущем после этой карты. Переходим с вами в отношения, в масть, который и ведает как раз наш рыцарь кубков. А знаете, как называют этот Аркан в профессиональных кругах среди тарологов? Ну, из песни слов не выкинешь. Ну, так, скорее, как сигнификатор все-таки негативного персонажа, а вот как какую-то ситуацию, разыгравшуюся между двух близких людей. Может показывать при соседних хороших картах как предложение руки и сердца, например, или иной душевный порыв, но который явно придется по вкусу второй половинки. Наш рыцарь теперь направляет всю свою безграничную фантазию на покорение сердца дамы. он смело накатывает на нее волнами своей стихии, с головой накрывая ее. Он не берет деньгами или внешней красотой, он не завоевывает сердце подобной рыцарю жезлов своей энергетикой и харизмой. Нет, он просто так сладко вливает в уши свои медовые слова, что редкая барышня устоит перед его чарами. Девушки любят ушами. И рыцарь кубков, как никто другой, знает, что через них можно отлично влиять на эмоции напрямую. Письма, смс-ки, сердечные признания, стихи, восторжные отзывы и открытое проявление чувств это лишь базовый набор храняющийся под плащом у рыцаря кубков. Наш герой симпатию не скрывает, он ее выражает цветами, конфетами, пушистыми зайчиками, нежными поцелуями. Если это описание отношений, то достаточно будет сказать, что это конфетно-букетный период, когда оба партнера открыты друг перед другом, когда оба эмпатичны, помните, способность проникнуть во внутренность другого, посмотреть на себя его глазами, и так делают оба, смотрят друг на друга, оба наслаждаются обществом друг друга, желание проводить как можно больше времени вместе, и порой тут важна каждая маленькая деталь, ей придается огромное значение, оно навсегда врезается в память, и даже если со стороны кажется мелочи, это танец под дождем, или прогулка босиком по росе на рассвете, это безделушка, но с определенным понятным только вам двоим смыслом, это ваша песня, с которой связана дата или первый поцелуй, это его клетчатая рубашка, это ее аромат духов, который больше никто не носит, а он так забавно поправляет мне волосы, никто другой так не делал, а она так мило смеется, у нее улыбка только на одну сторону, ты представляешь, она в целом идеальна, но эта улыбка, она так ей идет, а тот дуб, под которым мы сидели, помнишь, нас еще покусали майские жуки, этот список можно продолжать до бесконечности, я уверен, что каждый из вас мог бы его дополнить еще парочкой таких же своих бесконечностей, рыцарь кубков он делает то, что невозможно порой ни понять, ни объяснить, но он дает это почувствовать, он напрямую отправляет свои послания в наши сердца, он напрямую смс-очку шлет прямо в сердце, этого не делает никто другой из рыцарей, в этом его сила, в этом его слабость, сладкий торт конечно прекрасен, но что мы будем есть завтра? Конфетный букетный период не должен литься вечно, ему нужно перерасти во что-то следующее и в идеале во что-то серьезное, а не слиться упорхав на крыльях любви подобно маленькому амурчику в сторону другой обожательницы. Вы стали уже догадываться, что я говорю о реверсе, о негативном прочтении, о несерьезности, о незрелости персонажа. Да, у него больше стало навыков и больше опыта, чем у пажа. У него конь в конце концов появился, но ему недостает зрелости, чтобы включить в себе другие стихии и выйти на серьезный бытовой уровень, при этом не растеряв своей романтичности, конечно. Такой человек в реверсе легко путает любовь и влюбленность, причем совершенно искренне будет хлопать глазами и уверять, что еще вчера он по-настоящему любил тебя, Антонину, но сегодня его сердце принадлежит Наташеньке. Ему по-прежнему близки высокие идеалы любви, просто он запутался. Он не хотел бы причинять боль, просто не в силах сдерживать и контролировать себя. Но в более негативном сценарии в реверсе такой человек начинает использовать свою эмпатию на благо своего эго. Он начинает искусно манипулировать чувствами другого. Он способен проникнуть, но получив информацию начинает использовать как шантажист на благо себе. Из довольно очевидного негативного проявления это может быть и злоупотребление алкоголем, запрещенными веществами, это может быть зависимость от секса, которая часто выражается в походах налево, ветер в голове, так сказать. В реверсе эта карта также может отыграться как что-то внешнее, что-то снаружи, так и что-то внутреннее. Снаружи, то есть внешне, ситуация такова, что все как бы подталкивает к действию. И стрелы амура не то тут, то там рассекают пространство. Но внутри человек неуверенный, робкий. Синдром подростка, который не может купить прозерватива в аптеке. Внутри человек решителен, готов раскрыться в своих чувствах, но снаружи остается невостребованными его предложения. Человек пребывает в иллюзиях. Безответная любовь получается. По энергетике такой аркан может говорить о неком недоборе или переборе. Если мы говорим о недоборе, то не хватает решительности. Замыкание в себе. Человек не способен дать выход своим чувствам. Он как будто бы закольцовывается и чувств начинает бегать внутри него, не выходя наружу. Перебор это листец вероломный и обманчивый человек. Налицо показуха, двуличие, те самые манипуляции и так далее. Как итог сегодняшней лекции я хотел бы сказать, что лучше быть мягким снаружи, твердым внутри, чем твердым снаружи и мягким внутри. И правильный рыцарь кубков учит именно этому. Он учит, что стоит взять на вооружение свои творческие эмоциональные порывы и словно направить их в одну точку, чтобы они превратились в мягкие капли воды, но которая камень точит. Это потрясающая стихия, которая учит нас быть эмпатичными, словно впитывать в себя переживания другого человека. но сила не в том, чтобы утонуть потом в этих переживаниях, а в том, чтобы как бы переварить их внутри и вернуть в другом измененном виде согласно ситуации. Тут уж вам выбирать на благо себе или на благо этого другого человека. Правда жизнь научила, что выбирая другого человека почему-то получается так сказать убить двух зайцев, сделав хорошо и себе и другому. Спасибо большое за то, что смотрите мои лекции, за то, что подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии. Это мне очень приятно, вдохновляет меня, стимулирует на дальнейшую работу. Желаю вам удачи, всего самого лучшего и до свидания. Спасибо.